Самая заботливая пара социона – этикоинтуитивный интроверт Достоевский и логикосенсорный экстраверт Штирлиц. Дуалы из Дельта-Квадры, квадры гуманистов. В чем суть их дуальности? Чем дополняют друг друга чуткий, терпимый, мягкий Достоевский и трудолюбивый скрупулезный Штирлиц? Подписывайся, чтобы не пропускать новые видео и погнали разбираться! Штирлиц воспринимает мир через призму деловой логики и сенсорики ощущений, что делает его внимательным к деталям, комфорту, удобству, тому, как что устроено и как оно работает. И еще, как его можно применить с точки зрения практической пользы. Штирлиц склонен описывать свойства, составы, физические параметры, чего бы то ни было, погружаясь в детали. Таким образом, даже чувственные диалоги со Штирлицем могут принимать оттенок бытового реализма, а их подарки напоминать практическую заботу. Одна есечка делилась, как Штирлиц подарил ей жесткий диск. Ну а что? В совокупности с серьезным внушительным видом создается образ некого Шварценеггера. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Но это снаружи, так сказать, образ для выхода в мир. Внутри же каждого Штирлица живет маленькая девочка, которая хочет на ручки, хочет побыть слабой, уязвимой, но недолго. Вы считаете, что я робот? Что я бесчувственная? Прекратите реветь. Хочу и реву. Потому что я давно не плакала. Только что же я буду, она, реветь. Заходите ко мне. Поплачем вместе. У меня всегда повод найду, у меня их полно. Именно рядом с чутким, эмпатичным, тонко чувствующим душевную природу Достоевским Штирлиц может дать выход эмоциям. А ваша работа? А что работа? Четыре стены и никого рядом. А знаете, что самое страшное? Что везде, куда бы я ни приехала, везде наступают вечера. Если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Засиживаюсь допоздна на работе. Делаю вид, что мне кучу всего нужно сделать. А на самом деле мне просто некуда идти. А мне ведь всего 30. Ну, максимум 32. Знаете, я всегда уверена была. Я буду учиться, буду работать, делать карьеру. А в итоге вон как карьера сделала меня. Достоевский воспринимает мир через призму этики отношений и интуиции возможностей, что делает его внимательным к сфере человеческих взаимоотношений, чувств, вопросов добра и зла, морали и нравственности. И, пожалуй, самое главное – человеческого потенциала. Пока окружающие видят в Штирлице сухого сухаря, зацикленного на работе, Достоевский зрит в корень. Штирлицу проще разобраться в рабочих процессах, где все понятно, а результат напрямую зависит от твоих действий. Чем в людях, с которыми все непонятно, говорят не то, что думают, думают не то, что чувствуют и так далее. Потому Штирлицы и уходят часто с головой в работу. Там есть возможность сохранять то самое чувство контроля над ситуацией. Иногда, правда, Достоевские перегибают и зря от не просто в корень, а в корень корня корня. И начинается такой анализ мотивов, поступков, что поймет только дорогой дневник. Такая скрупулезность, я бы даже сказала, дотошность, в хорошем смысле этого слова, Достоевского в вопросах своей рефлексии, очень четенько перекликается со скрупулезностью и дотошностью подхода Штирлица к вопросам, которые он решает во внешнем мире, где все контролируется до мельчайших деталей. Проверяем вытяжку. Бактерии могут быть в воздухе. Кто-нибудь займитесь раковиной и под ними тоже. Я займусь. Сколько студентов у тебя драят палубы? Что им еще делать? Они же роды не принимают. Что-нибудь нашли? Да. Половина дозаторов с гелями пусты или сломаны. Плохо и диагноз не проясняет. Если персонал не моет руки, конечно, инфекция распространяется. Эй, зажим для галстука. Простите. У нас инфекция в больнице, а твой галстук ее рассадник. Надень зажим или сними его вообще к черту. Кстати, в сериале Доктор Хаус Достоевский тоже есть. Именно там можно посмотреть на взаимоотношения Штирлица и Достоевского, когда они коллеги по работе и хорошие друзья. Достоевский и Штирлиц идеально прикрывают друг друга по слабым сторонам. Штирлиц не давит на Достика своей волевой сенсорикой, хотя она у него и четырехмерная. А скорее просто добавляет уверенности в моментах, когда Достоевский застряет в своей рефлексии и сомнениях. Достоевский же, в свою очередь, показывает Штирлицу общую картину мира. Еще и с вариантами, так как Штирлиц зачастую склонен закопаться в детали и терять общий контекст. Не говоря уже про этические вопросы, которые Достоевский в этой паре решает легко и непринужденно, поскольку шестеренки человеческой души, как бы того не хотелось Штирлицу, устроены куда сложнее, чем механизмы рабочих процессов. Мне нравится объяснять суть дуальности на простом примере. Дуалы – это когда двум людям дают одну задачу, и они идеально справляются с ним, деля зоны ответственности 50 на 50. И зоны эти полностью идеально соответствуют сильным сторонам каждого. Проще говоря, каждый делает то, что у него хорошо получается, и задача выполнена. Если бы такая пара захотела, к примеру, заняться соционикой, то Достоевский – это человек, который идеально проводит интервью. Он так суперэмпатично и чутко выслушивает человека, располагая его к себе, а Штирлиц уже после просто анализирует семантику речи и выдает результат. У нас на курсе часто обучаются и те, и те. Так вот, у Штирлицев реально часто загвоздка именно с проведением интервью. К примеру, человек только что рассказал на интервью грустную историю про то, как у него умерла собака, а Штирлиц такой – отлично, следующий вопрос. Мы их на курсе, понятное дело, немножко поднатаскиваем по этике, чтобы они как-то гармонично, эмпатично взаимодействовали с людьми, но часто случаются такие вот именно перегибы, перекосы и вообще непопадания. Но в то же время круто типируют Штирлицы, которые, вот прям, как они выражаются, поняли механику. Их совершенно не сбивает с толку ничего из того, что человек о себе говорит, как он там себя характеризует, короче, никакие показания человека о себе. Они просто анализируют семантику речи, язык психики человека, грубо говоря, и всё. В данном случае такая хладнокровность играет им на руку. В то время как Достоевские больше склонны уходить в какой-то анализ мотивов сказанного, какую-то чувственную составляющую, как-то вот так суперсильно включаться в диалог, это может порой сбивать. Если говорить о сложностях, которые могут подстерегать пару Достоевский-Штирлиц, то они, пожалуй, прежде всего касаются пары, где девушка Штирлиц, а парень Достоевский. Понимаю, что я не бог вести, какая компания. У меня двухкомнатный офис, два дочерних предприятия. Скорее всего, я не та компания, на которую вы рассчитывали. Вы мне что, предложение делаете? Да, Людмила Прокофьевна, я делаю вам предложение. Это в служебном романе выглядит забавно, хоть порой и чудаковато. В реальной же жизни представление общества о мужских и женских ролях в паре достаточно традиционалистичны. Я Леся, мне 31 годик, и я научилась выговаривать длинные слова с первого раза. А с ними и ярлыки подкаблучника, и гром бабы. Хотя я искренне, вот сейчас вообще без шуток, считаю Штирочек одними из самых сексуальных девушек социона. При должном уходе, внимании к своему внешнему виду и умению подать свою силу харизматично, это может выглядеть вот так. Девушка, Людмила Прокофьевна будет попозже. Это же попозже. Значит, я хорошо выгляжу. Барсук, повиси. Вадик, делайте-ка мне чаю и себе захватите, поболтаем. Секунд 30. Пошутила. Поржал. Да и Достоевский может быть таким, как Вилсон из «Доктора Хауза». Да, сочувствующим, да, преданным, да, эмпатичным, покладистым, хорошим, добрым, но крутым, классным, реализованным и профессионалом своего дела. А не так, как Анатолий из «Служебного романа», что просто без слез не взглянешь. Такие вот они, Достоевский и Штирлиц. Терпение первого и труд второго – все перетрут, как говорится. Больше информации об этих типах личности ты найдешь по ссылочкам в описании. Там же можно записаться на консультацию и узнать свой тип личности. И больше никогда не думать, что с тобой что-то не так, я какой-то не такой. С нами со всеми все ок, просто мы разные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok